Мы находимся в мастерской нашего художника-мариниста Сергея Алексеевича Макарова. Он работает, я прочитаю официально, в мастерской военных художников-маринистов Центрального военно-морского музея императора Петра Великого. Мы попытаемся взять небольшое интервью, и Сергей Алексеевич расскажет, может быть, даже не столько о картинах, а сколько о живописи, и, возможно, чуть больше. Ну и первый вопрос, с вашего позволения. Сергей, я знаю, мы, в общем-то, останемся нато и так помирает. Да, вот, дабы не вводить в заблуждение публику. Ты говорил, что живописью ты начал заниматься с пяти лет, по сути дела, да, и вот, если можно, этапы пути, потому что это не детские колядки, маляки, это пошло дальше, и учителя, где ты учился, и так далее. Ну, как и все, мы имели родители, да, то есть, и родители всегда хотят, чтобы их дети имели лучшую судьбу. Ну, это нормальные родители, они всегда так хотят, мне кажется, это природой заложено. И, естественно, отец хотел, и видя мою склонность к рисованию, нашел в этом городе в 65-м году, организовавшись, вот такой, при Эрмитаже, школьный кабинет, он так назывался. То есть, этот школьный кабинет, который теперь уже существует как школьный центр, это очень большое, что такое, организация, он меня туда привел. Но перед этим он у меня спросил, хочешь ли быть художником, то есть, конкретно. Ну, я, естественно, сказал, да, он меня это спросил трижды, и на этом закончилось мое детство. Потому что строгость и флотский порядок, так как он был, флотский человек, привел к тому, что он все время контролировал вот это. И вот это постоянное пестование меня на тему рисования, оно привело к тому, что я стал профессиональным художником. Ну, естественно, если мы сейчас говорим, мне 60, то значит, в профессии я 55 лет. Все. Ну, то есть, от цифр можно умереть, но это так и есть, это факт просто. Те учителя, которые меня учили, естественно, они были все очень хорошие. То есть, а как иначе? То есть, если бы они были бы нехорошие, мы бы о них не говорили. То есть, мы бы их не знали. И даже вот на этой выставке, которая сейчас экспонируется еще в нашем музее, ко мне пришла моя первая ученица, Ольга Леонидовна Некрасова-Коротина, то есть, которая, как и я, преподает в Герцена, я преподавал там 15 лет. То есть, все как бы вот замыкается, потому что кто не отдает, тот и не получает. Собственно говоря, мне щедро было дано знание, и я щедро им делюсь. И это позволяет мне расти и развиваться, а не останавливаться. То есть, рост продолжается? Конечно. То есть, любым иным. То есть, это касается не только художников, это касается всех. Потому что, если ты не растешь, ты встал, умер, стагнация, все, болото. Чук, тебя нет. А так, все в порядке вещей, как у всех людей. Ну и, зная, Сергей, естественно, выставка и все остальное, ты совершенно свободно работаешь в манере не только холст-масла, но акварели великолепные, на мой взгляд, графика и так далее, так далее. А сюжеты, картин, вот корабли, когда ты начал заниматься именно кораблями, и ты кораблями занимаешься в высшей степени профессионально, то есть, я это могу сказать, как человек, имеющийся строительное образование. Да, я, ну, как образование, да, естественно, я там, после вот такого кружка, скажем, это был кружок интереса, маленький ребенок, привлечения. То есть, то, что только зарождалось. Потом обрело уже, то есть, среднюю художественную школу в академии, потом художественную школу, городскую художественную, потом училище. Ну, и был подъем на высшее образование. Опять же, все это свелось только к тому, что я освоил массу техник, возможностей, и все, что позволило мне при столкновении с маринизмом, именно работая в музее, реализовать себя через маринизм. Меня заинтересовал вообще-то, как таковой, меня заинтересовал маринизм давно. Естественно, живя в этом городе, не заметить корабли на Неве, но это абсурд какой-то. И вот как-то красавец Седов стоял и зимой, зимовал у нас, до того момента, пока он еще мог это сделать, я увлекся этим, и полтора года писал тот холст, который выставлен на выставке, и он-то и послушал таким маринизмом. После персональной выставки, где его выставил в Союзе художников, ко мне подошли представители музея и предложили поработать на вновь открывающийся филиал Аврора, для того, чтобы украсить первый зал. Ну, и вот я написал туда три работы, а потом еще дополнил это портретом Николая Второго, так что в экспозиции Аврора четыре моих работы, которые достойно были отмечены. Вот и маринизм. Понятно. И тогда еще, может быть, вопрос в ту же копилочку, что называется. Все-таки парусные корабли переверстывают, или паровой флот? Ты никогда не задумывался про это отношение? Ну, сначала у меня, как у всех, романтически мы все, если говорить о маринизм, это паруса и так далее. Но придя сюда, то есть столкнувшись с техническими заданиями, которые, это же первый корабль, это уже железо, это уже Аврора, это уже 903 год, это совершенно... Мне пришлось это все приподнять, изучить и так далее. Но так как я еще и по профессии преподаватель черчения и рисования, то есть я знаю и архитектурное, и геометрическое, и начертательное геометрию, все, мне помогло это все в совершеннейшем образом. Ну, так как я еще, я занимался отсюда модельным кружки, модельным кружки, радио, то есть, ну, драм-кружок. И все это было, ну, очень серьезно, те люди. Поэтому сейчас, когда я взялся за написание, изучение истории кораблей, все, конечно же, даже для той же Авроры, которую я писал, мне понадобилось залезть в Авроры. То есть, абсолютно все изучить, да еще и познакомиться с прекрасным человеком, который ее 40 лет восстанавливал. То есть, естественно, все тайны, все инвестные. То есть, когда ты пишешь, ты как бы строишь корабль, вот то, что ты в своем время показывал. Абсолютно, да. То есть, тот, кто видел мои работы, они понимают, что я прямо как на стапелях, не знаю расти и расти. Вот последняя работа «Варяг», которую я делал, задание было сложное, надо было с высоты птичьего полета изобразить ее в бухте Чемульпо в 904 году, 9 февраля, как раз перед боем. И я поднимал все вот прямо по этим. То есть, потом я изучал, какие пушки стоят, где они стоят, на каких барбетах, ну и так далее. То есть, все. Систему заряжания, там, все. Как быт корабля, то есть, какие назначения всех их приспособлений и так далее. Ну, во-первых, если бы я был не заинтересован в этом направлении. Ну и, во-вторых, это компетентность при исполнении. Так как работы, которые я пишу, они не являются, грубо говоря, самостоятельными, я так вижу. Они являются заданием. А задание, значит, они выполнят какой-то фонус. То есть, в данном случае я помогаю экскурсоводу в рассказе о том историческом событии, которое иллюстрирует тот или иной зал. Правильно, что, то есть, и моя работа является дополнением, а не самодостаточностью. Ну, если мы говорим о свободном художнике, как таково, я так вижу, вот это накрасил что-то. Здесь другой момент. Как бы следующий вопрос, да, есть знаменитый, для тех, кто интересовался, 10 советов начинающему художнику Сальвадору дали. Да, ну и там совет пятый, что художник, если ты считаешь, что Вермеер и Рафаэль это нечто странное, да, то я даже выписал из себя это, что будто современное искусство невозможно призвать Вермеер и Рафаэля, продолжать пребывать в влаженном идиотизме. Отношение, да, если можно, буквально два слова, к современному искусству. То, что выставляют... Я свечу очень просто. То есть, как бы, те учителя дали мне формулу, которая перекрывает вот эти все бытовые вопросы. Искусству нужно не новое, а вечное. Вечное. Все, больше ничего. Если ты стремишься к вечному, какая разница? Ну, форм самовыражения существует миллион. Но пока ты самовыражаешься, ты не художник. Потому что либо ты ценишь Бога в себе, либо ты сам пытаешься быть Богом, что является абсурдным. И то, что о чем говорит Дали, он, собственно говоря, говорит о том же самом. Потому что можешь не пытаться, совершенство недостижимое. Это тоже его слова. Он много говорил слов, но на самом деле, как любой художник, он достигал через свое ремесло, высот самых неимоверных, над собой подъем. Потому что то, что он сделал, это только великий труд. То есть мастерство Шкулова, действительно, ремесло в хорошем смысле этого слова абсолютно необходимое. Не важно, чем и как ты выражаешься. Даже если ты Демиан Хёрст и маринуешь Акулу, это тоже надо уметь сделать и донести до публики. Поэтому те, кто... Единственное, что надо помнить о том, что для искусства, изобразительного искусства, для любого, существует только дверцы. Нравится, не нравится. И вот это все остальное, это ничего не... Потому что либо это ложится на твое сердце, там твоя душа поет, твой разум питается этим, либо там ничего нету. Просто тогда для тебя нету. Но кто-то же это делает, для кого-то это необходимо. Вот и все. Ну и, возможно, последний вопрос. Мы все живем в Петербурге, вот мы в стенах Центрального военно-морского музея, Крикостей морских казарм. Ты неоднократно говорил, я тебя прекрасно понимаю, что Петербург это твой город и, в общем-то, прожил здесь жизнь. И есть ощущение, что город, ну не то, что меняется, Алиса, а вот старый Петербург, он уходит и совершенно безвозвратно. По архитектуре, по ощущениям нет такого. Совершенно нет, потому что этот город, он живет своей жизнью, то есть разрастается, там еще что-то. Но Центр всегда остается центром. Я могу только одно сказать, что я пожил на окраине, я жил там. Сейчас я вернулся сюда, так как я родился вообще на Новосельском острове, грубо говоря. И сейчас тут живу, и у меня хорошо. Я, кажется, через мост на работу, то есть я все время наслаждаюсь живым вот этим видом. Даже приезжая из других городов в мире, то есть я понимаю, ну, может быть, Флоренция. Да, ну такая большая пешеходная зона, это, конечно, красиво. Но жить, жить только здесь, потому что я возвращаюсь в эти просторы. Нева, он мне близко. Я кулик, я свое болото хвалю, и ничего с этим городом. Он живет, развивается, я не считаю, что он исчезает или еще что-то. Ну, возможно, такой вопрос, если не хочешь, не отвечаю. Ну, здесь буквально второе здание Мариинки. Для тебя лично это новая архитектура или такой плевод? Мне лично не нравится. Ну и что? Зато оно выполняет какую-то другую функцию. Зато внутри там создается что-то более важное. А потом, не забывайте, мы живем в зоне рискованного земледелия, и здесь надо сноску делать. Не все можно сделать, как в Риме или там, как в той же самой Флоренции, потому что холод уничтоживает все. Хотя итальянцы и построили этот город, и немцы построили, и там испанцы наблюдали и так далее. Но все время сноску на то, что... Вы же помните, что человек, который строил этот город, он хотел, чтобы он был серый, жемчужно-серый. Но император сказал нет и покрасил желтую окру. Ее, конечно, ненавидели. Ну вот теперь представьте, если бы наши желтые дома, вот эти желтоватые, вот эти теплые цветы, у нас и так серо кругом, еще были бы серые. Это уже Николай II, это уже Николай II, да. Но изначально строился как Амстердам. Ну да ладно. Ну и, наверное, тогда спасибо. Спасибо Сергею за это краткое интервью. Мы надеемся, что, может быть, мы еще сюда зайдем и поговорим о чем-то другом. Всего доброго, спасибо. Спасибо вам.